Сырная у нас среда. Вот тут в ограде Игнать Тихонович берет калину. Вот один уже кустом обобрал, немножко осталось тут. Сейчас тоже за второй взялся. Надежда Васильевна тут собирает картошечку и одновременно Светочке ест калину тоже. Чем она полезна эта калина, Надежда Васильевна? Да. Давление снижает. Это как раз Вам на пользу, да? Да. Гипертоником. А Вы же раньше морщились от нее, а сейчас что-то спокойно едите, как сладкую. Да. Она после мороза, она сладкая. А, вон в чем дело. Вон Игнать Тихонович перчатках приспособился, в резиновых. Такие немножко утепленные они. Все, руки не мерзнут и не сырые. Потому что когда сыреют руки, сразу это начинает замерзать постепенно. На улице прохладно. Игнать Тихонович, что скажете о калине? А? О калине что скажете? Ну вот калину там я вчера выбрал настой. Теперь с этой только осталось выбрать. А она там от разные, очень полезная. Вообще полезна для аппетита. Видишь сколько калины? Это у меня уже третье ведро набираю я, полное. Туда никто не полезет. Вчера Галина была тут кудряться, я тоже набрала. Я говорю, как ты? Да там внизу там что досталось. А я-то дохожу, тут самое ценное. Ну мне надо тоже, раз она аппетит увеличивает. Хотя у меня и так хороший. Видишь какие? Кто тут достанет? Я каждый год тут убираю, а потом раздаем людям. В прошлом году Семен, Алексей, Алексей Семенович. Удивительно семечки у них. В виде сердечка. Сломается. Видишь как? Лестница вот такая чудесница. Да пожалуйста, ешьте на здоровье. Глядишь будете бегать, как молодые. Вот ее листочки, если кто не знает какие они выглядят калины. Она с немножко горчинкой, но это полезно. Ну да. По сравнению с Потеряевкой это в кавычках большой участок. Да, но два бедра накопала вон. Какая она крупненькая? Хорошая картошка, да. Вон какая средняя картошка хорошая. Ну да. Вчера я у Игоря дубного копал. Тоже такая примерно. Ну и чуть побольше было. Это вот виноград. Тут зеленый и такой черноватый цветом тоже. Как говорят, винный. А зеленый это именно для еды очень хороший. Хотя и тот тоже едим. Вчера вот сестра приходила, Галина Кудрявцева, и все это обрезала. Все осталось только потом закрыть все это. Вон ветки лежат обрезанные. Это у нас яблоньки. Видите, дички такие ничего, сладенькие, хорошие. Что тут, Игнащич? Для птичек своих любимых сделал гнездышко. Не гнездышко, а кормежку. По-нашему столовая. Молодя, вот это яблонь. Яблонь нужно тоже пообрезать все, чтобы прививку сделать. Надерживайте нам. Все в ваших... Они кисло, прикисло. А то можно прививку сделать вот с крупными. Все в ваших руках. Ну так вот, мы лето там находимся. Надо будет, давай вот так вот пообрешем и делать лишнее. Без начальника ничего не буду делать. Без разрешения. А то еще по шапке получишь. А, еще в старую салоне показал. Удобно можно было наблюдать за воробьями, за синицами. С желанами. Как они тут трудятся. Вот я сейчас смотрю, много чесночка растет. Вышал, травки пожелал. Ягодками закусил. И отлично. Уже напитался альтаминами. Вы там зелень то не берете? Полно зелени вон, чеснока. Чеснока много зеленого. Да ты что? Там много зеленого чеснока. О, так это я обязательно возьму. Ты потом картошку унеси, пожалуйста. Ладно, унесу. Тут ель такая вот большая. Мощная такая березка. Сейчас вот я сегодня собрался к брату Игорю. Ехать до Бунова стряпать лепешки. Взял вот ведро с мукой. Буду стряпать. Стряпал там перед отъездом лепешки. Забыл их в доме. Растяпа тот еще трудится. Да благослитый Господь и сохранит от всякого рода зла. Чтоб они на этой высоте подумали о небесном, о Боге. Господь дал им размышления. Все-таки ближе к Богу-то уже становится. Хотя не от этого зависит не от высоты, а от высоты души нашей, как она парит. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.